Так, подпись за подписью, количество поддержавших петицию об экологической катастрофе в Чите становится все больше. Цифра меняется каждую секунду на утро 10 января. Она составила более пяти тысяч. То ли молчать устали, то ли вдыхать отравленный воздух. Петиция стала темой номер один в социальных сетях. О смоге вновь заговорили и кажется впервые так активно. Александр Миссюркеев, врач-стоматолог и просто любящий свой город Читинец. Это он создал петицию на Change.org. Мы не поехали на Титовскую сопку, чтобы записать интервью на фоне опасной белой шапки над Читой. Решили, печальные декорации в виде дыма и в самом городе достаточно. Я, конечно, не ожидал, что такой действенный результат будет. Я считаю, это действие более удобной подачи информации, чем, допустим, пикеты, митинги, демонстрации. Да, там флеш-мобы. Это все, конечно, замечательно. Но мы должны сделать все, чтобы федеральное правительство и, разумеется, местное правительство обратило внимание на эту проблему. Участвуют, в принципе, люди все. Разный социальный уровень, статус. Богатые, бедные, больные, здоровые, дети, врачи, пенсионеры, трудящиеся. То есть, в принципе, это проблема всех. Александр уверен, для того, чтобы проблема вышла на федеральный уровень, 5000 подписей катастрофически мало. Я думаю, что, ну, тысяч 50 хотя бы, минимум 50 тысяч, это будет более-менее достаточно. А так, естественно, чем больше, тем лучше. А что думают те, кто о петиции, возможно, вообще ничего не слышал? Мы вышли на главную площадь Читы, чтобы выяснить у горожан, мешает ли им грязный воздух. Я не знаю, сколько здесь живой воздух, все время у нас плохой. Это от того, что у нас же местоположение такое. Нам нужно один уголь, углерод в воздухе, один углерод. Ну, там еще фенол и прочее. Вот что делать в этой ситуации? Что делать? Да, Господа Богу, по-моему, ветру дал бы нам. Теперь Китай будет нашим газом топиться, а за Байкалем углем. Почему к нам такое отношение? Провокационный вопрос. Ой, посудят. Да не, я лучше не буду отвечать. Достаточно загрязненный воздух. Уже давно, много-много лет. Это страшно, конечно. Хотелось бы, чтобы было намного лучше. Надежды нет, да, на улучшение? Почему? Надежда всегда есть. Надеюсь, что в ближайшее время все-таки у нас на наших котлах отопления установят соответствующее оборудование. Это раз. А во-вторых, уровень выброса грязных веществ зависит тоже очень большое количество машин и очень много печного отопления. Ну и газ, как всегда, прошел мимо нас. Ну вот порой видимость очень плохая. Ну вот настолько грязная, что прямо слов нет. Вот вечерами особенно заметно, что вот этот смог висит над городом. Вот некоторые говорят, не нравится, уезжайте. Вот вы придерживаетесь тоже позиции? Нет. Почему? Я здесь родился, как бы живу здесь. Мне как бы не хочу уезжать. Зачем? Надо что-то делать просто. Ну газ нам же не провели. Я здесь не живу. Мы хорошо дышим. Мы с Хилка. А здесь как в Чите? Ну а здесь что? Чувствуется что-то другое воздух. Видно, что темно все. Ну от машин сильно уж несет. Да. Да. Запах. Да. И когда ходят где-то там собаки некоторые бегают, встречаешь, и от них тоже пахнут некоторые. Даже собаки пахнут, да? Ну это мы всегда сюда приезжаем, вот как бы к Чите подъезжаешь. К Читу-то не видно. Один туман. Или это сгресс, или из чего. Вот это все тащит. Ну котельная, скорее всего, это все от котельной. Хотели бы в Читу переехать в жизни? Ну нет. Большинство опрашиваемых поделились своими наблюдениями. Самочувствие зимой значительно ухудшается. Вялость, сухой надрывный кашель, головокружение. Примеси ядовитых веществ, циркулирующие в воздухе, действительно опасны для жизни. Больше пациентов с пневмониями, то есть с острыми легочными инфекциями. Больше хронических пациентов. В этом году этих больных особенно много. Мы считаем, что вот загрязнение воздуха тому и виной. Ну, во-первых, почему это происходит? Проблема вот в самом смоге, который мы видим, вот эта загазованность. Но есть частицы, которые мы не видим. Это мелкие частицы, 2,5 микрометра, они в 10 раз тоньше человеческого волоса. Мы просто их не видим. Но вот эти респирабельные фракции, они попадают внутрь наших легких с дыханием. И у них как раз такой размер, что мы их можем вдохнуть, но обратно они уже выйти не могут. Ситуация настолько серьезная, что врачи советуют читинцам без крайней надобности вообще не выходить из дома. А уж если вышел, бери с собой спецзащиту. Ну, если прям вот крайняя нужда провести весь день на воздухе и быть в месте, где загрязненный воздух, то это респираторы, не обычные марлевые маски, которые подаются в аптеке. А это нужно специально заказывать. Респираторы, ну, допустим, как на работах специализированных. У рабочих, там, на горных работах, шахтах подобные есть респираторы. Противопылевые. Специальный фильм о грязном чтинском воздухе сейчас готовит ЗАП-ТВ. Не пропустите премьеру. Гулял Хасова, Дарья Юринская, Евгений Погорелый, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.